Еще одна плохая новость, еще одна. На 22 марта 2024 года пятница Голгофа, крест распятия, первая пятница Великого Поста. Значит, сегодня, 22 марта, ежегодно отмечается День Балтийского моря. Это решение о таком празднике было принято в 1986 году, еще Советский Союз был. На 17 заседании Хельсинской конвенции, а дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1974 году, в среду, в Иудин день 30 серебряников, значит, была подписана сама эта конвенция. Значит, история возникновения и развития Балтийского моря, это целая история, давно началась, значит, там с ледником было связано, это все я вам рассказывать не буду. Значит, сегодня Балтийское море важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, Европу и Азию. Оно умывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции, Финляндии. Добро пожаловать в море НАТО. К чему я веду? Только-только Швеция в марте, по-моему, в марте официально уже вошла в НАТО, подняла флаг в штаб-квартире, подняла флаг, значит, и мы получили Балтийское море, окруженное странами НАТО. То есть все страны НАТО выходят в Балтийское море, море НАТО, и мы одни. Значит, поэтому ничего хорошего не ждет в эти два года по причине той, что на пятницу выпал день Балтийского моря в этом году. Пятница Голгофа, крест распятия, убытки, потери, нападения, учения, угроза, значит, нападений в Балтийском море со стороны стран НАТО, угрозы политические, значит, со стороны правительства, государства, стран НАТО. Так что день Балтийского моря в этом году, в пятницу, в следующем субботу. Хорошо это, нет, конечно, может быть пятница, суббота. В этом году, 22 марта, сегодняшнего числа, пятница Голгофа, а в следующем году, 22 марта, будет суббота. И что это означает для России, блокады, слежка, разведка, преследование, значит, ограничения, санкции, аресты и прочее, прочее, прочее. То есть на два года вперед, до марта 26-го, Балтийское море – источник неприятностей и проблем для Российской Федерации. Я случайно наткнулся на этот день, на этот так называемый день Балтийского моря, праздник, и посмотрел пятница, суббота, все. Все. Нас сейчас будут прессовать два года подряд. Они готовились, Швеция вошла, все, теперь полностью страны НАТО. От этих объединенных Балтийских государств до Дании, которая там же находится. Вот такая история. Так что всем судам, гражданским и военным, Балтийском море, на ближайшие два года, до марта 26-го, до 22 марта 26-го года, придется испытания проходить тяжелейшие, значит, материальные, социальные, психологические, в процессе доставки грузов, да просто в свободном мореплавании будут у нас проблемы у России в эти два года. Значит, каждое судно придется охранять, нам, естественно, экипировать состав, чтобы на каждом судне была защита и так далее. И много-много других проблем нам создадут, в том числе санкциями. Вот такое короткое видео про Балтийское море и что нас ждет в эти два года. Это же касается Калининграда, это касается, значит, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. То есть у нас будут проблемы два года подряд, пятница, суббота, Голгофа и поминальный субботний год, значит, черный цвет. Особенно в следующем году, с марта 25-го. Значит, соответственно, военное событие, вот Готланд, остров, самый большой шведский, но не самый большой, большой в Балтийском море. Там базу устроят, уже репортажи были, они поставят. И нас будут блокировать самолеты, корабли, нашу разведку и так далее, и так далее. В эти два года придется нам тяжело на Балтийском море. Нас блокируют. Вот такое видео, ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте, кому это следует, кто там живет, кто ходит по морям, по Балтийскому морю и так далее. Значит, храни нас Всех Господь в эти два года, чтобы не было потерь во флоте нашем Балтийском. Сюда же входят и катастрофы, и аварии, и инциденты, потому что Голгофа и суббота, пятница и суббота до марта 26-го, это касается в том числе и каких-то трагедий, столкновений, каких-то инцидентов, форс-мажоров непонятных, трагических событий. Так что на ближайшие два года Балтийское море под угрозой. Будьте осторожны, ставьте лайки, подписывайся, распространяйте это видео, комментируйте, не забудьте на прием записаться, прогнозы спрашивайте, видите, что творится. Идем дальше.